Добрый день! Час новостей на 12-м канале в студии Регина Абузарова и коротко о главном. Обзавестись поголовьем за счет государства в регионе вводится новая мероподдержка для районов, пострадавших от паводка. Когда экстремальный мороз не во вред, а на пользу. Удар холодом по главным очагам зарождения аритмии. Омские хирурги освоили новый метод проведения сложных вмешательств на сердце. Эксклюзивные кадры из операционной. В свадебное путешествие в места не столь отдаленные. Потерпевший самостоятельно сделал выбор в пользу своей смерти. Жениху, который убил друга на собственной свадьбе, вынесли приговор. Проявят свои знания в эфире. Наша гордость стартует уже сегодня. Такого проекта на региональном телевидении еще не было. Кто встретится в первой игре? Сохранить поголовье за счет государства. В регионе вводится новая мера поддержки для районов, пострадавших от паводка. В списке Устишимский, Теврийский, Тарский, Муромцевский и Знаменский. Соответствующее поручение дал губернатор Виталий Хаценко. Субсидия предусмотрена для владельцев личных подсобных хозяйств на приобретение животных и птиц. Средства пострадавшие смогут получить уже весной 2025-го. Условие одно – сохранить поголовье в течение одного года с даты получения поддержки. Размер выплат определяется по ставкам за одну голову приобретенных сельскохозяйственных животных и птиц и составляет до 50% объема понесенных затрат на их приобретение. Отмечу, что новая мера поддержки предусмотрена в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области. Экстремальный холод в борьбе с аритмией. Омские врачи провели уникальную операцию на сердце с использованием криотехнологии. Метод лечения сложных нарушений сердечного ритма с помощью холода относительно новый для российской медицины. И теперь он будет доступен и для жителей нашего региона. Первую работу хирургов увидела Анастасия Донец. В данный момент инструмент установлен непосредственно в полости сердца. То есть вот сейчас, собственно, самый такой ответственный момент операции. В этот момент внутри сердца находится вот такой криобаллон. Больше похоже на инструмент волшебника. В руках омских хирургов он на самом деле творит чудеса. Охлаждает до экстремально низких температур, минус 60 градусов, клетки, вызывающие нарушение ритма. И они прекращают свою работу. Фраза «сибирские морозы» здесь начинает приобретать новое значение. Омские врачи теперь смогут и наносить удар холодом по главным очагам зарождения ритмии. К этому моменту наши хирурги готовились не один месяц. Осваивали новое оборудование, оттачивали технику и учились у столичных экспертов. И вот она, возможность самим лечить сложные нарушения сердечного ритма с помощью криотехнологии. Высокую оценку омским специалистам дают московские коллеги. Пока всё идёт штатно. Операции выполнены практически самостоятельно коллегами нашими из Омска. Процедура называется криоблация. Она эффективна, малотравматична и безопасна. Пациенты восстанавливаются довольно быстро. Уже на следующий день они могут вставать и двигаться. В данной процедуре подвержены пациенты, которые страдают фибрилляцией предсердий. Может быть персистирующая форма, либо это может быть синусовый ритм с частыми срывами ритма на фоне приёма антиаритмической терапии. И те пациенты, которые по какой-либо причине не могут принимать антиаритмическую терапию. Сердце у таких пациентов бьётся с большими паузами или наоборот куда-то спешит. Диагноз мерцательной аритмии один из самых распространённых среди нарушений сердечного ритма. Он может привести к тяжёлым последствиям и даже смерти. Только в Омской области нуждающихся в подобных вмешательствах тысячи. В федеральных центрах это практически 70-80% операций именно посвящены лечению фибрилляции предсердий. Ну и таких операций только мы у себя в отделении делаем примерно 200 за год. А всего в России, в Российской Федерации в настоящее время где-то около 4,5 тысяч операций выполняется именно с использованием этой методики. В планах омских специалистов активно внедрять и использовать методику. Уже в ближайшее время навсегда избавиться от сердечного недуга сможет Любовь Высоцкая. Диагноз смерцательной аритмии ей был поставлен ещё 15 лет назад. Жизнь превращается во что-то такое непредсказуемое, неопределённое. Потому что, допустим, я сейчас хорошо себя чувствую, прошла несколько шагов, у меня взбивается ритм сердца. Но как с этим жить? Всего до конца этого года омские хирурги проведут около двух десятков таких операций. Причём совершенно бесплатно, по квоте. Формат процедуры – это высокотехнологичная медицинская помощь. Соответственно, эта методика достаточно эксклюзивная, ограничена. Но со следующего года эта манипуляция, эта методика входит в программу ОМС. И, соответственно, она станет более доступна, более широко используемая. А это значит, уже совсем скоро тысячи жителей региона смогут навсегда освободиться от аритмии с помощью экстремального холода. Анастасия Донец, Павел Акохов, 12 канал. Электроснабжение во всех населённых пунктах Конешниковского района восстановлено. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Шнепком. Специалисты трудились всю ночь и завершили все ремонтные работы. Напомню, авария была вызвана погодными условиями. Накануне в регионе выпал снег. Пока зима не спешит вступить в свои права, постоянный покров становится позднее. Выпавшие осадки полностью растают, прогнозируется нотки. При этом до конца недели, по данным метеорологов, слабый снег всё же сохранится. Так же, как и сильный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ждут омечеи температурные качели. Сегодня днём воздух прогреется до плюс 6, завтра до 7 градусов выше нуля. Ночные часы будут морозными, столбик термометра опустится до минус 5. На дорогах, возможно, гололедится. Жених, который убил друга на собственной свадьбе, отправляется не в свадебное путешествие, а за решётку омеча приговорили к 4 годам колонии. Куйбышевский суд подвёл черту под трагической историей. ЧП, напомню, произошло в конце весны. На банкете потерпевший перебрал с алкоголем и устроил дебош. Бросался закусками, обливал гостей спиртным. Те потребовали от жениха уладить ситуацию. Разговоры не возымели успеха. И на воспечённый супруг ударил хулигана в живот. Но не рассчитал силу. Через несколько дней потерпевший умер, а его приятель оказался на скамье подсудимых. Его адвокат настаивал, погибший сам вынес себе смертный приговор. Потерпевший самостоятельно сделал выбор в пользу своей смерти. В момент поступления в лечебное учреждение он написал письменный отказ от операции. Хотя допрошенный в ходе судебного следствия хирург пояснил, что разъяснил ему, что ты умрёшь. Операция была проведена только через 31 час. Уже когда состояние терпевшего было критическим. Обвиняемый между тем продал дачу и выплатил сыну погибшего полтора миллиона. Прокурор требовала для несчастливого молодожена 9 лет колонии. В итоге суд приговорил к четырём. Амича взяли под стражу прямо в зале суда. У него есть 15 суток, чтобы подать апелляцию и попытаться обжаловать приговор. К другим темам в Омск съехались хранители традиций из разных регионов России, а также Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В нашем городе работает форум межнационального согласия «Объединяя, укрепляем». Он проводится в четвёртый раз. Впервые к нему присоединилась делегация из Чечни. Участие в форуме принимают около 250 человек. Это молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет, которые намерены создать новые уникальные проекты. Главная задача – познакомить всех желающих с культурой и особенностями разных национальностей. Форум будет работать на протяжении трёх дней. Он проводится в преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Программа насыщенная, мастер-классы, лекции и семинары. Работать будут три тематические площадки. Хранители традиций. Она направлена на сохранение культурного наследия народов. Лидеры изменений – это платформа для обмена опытом. И предводители публичной дипломатии. Здесь будут решаться вопросы международного сотрудничества. Мы сейчас ведём переговоры. Точнее, если говорить, это Томская область, Мурманская область. Хотим делать совместные проекты. Делаем также уклон на наших студентов, которые приезжают из разных стран. Потому что наша главная задача – показать нашу страну и сделать так, чтобы они изучали нашу культуру и наш язык. На данный момент единственная площадка в России, которая объединяет молодёжь со всей России. Уроки от ведущих федеральных спикеров будут получать все участники форума на протяжении трёх дней. Мы постарались разбить их по направлениям. Насколько это возможно для того, чтобы они разработали какую-нибудь стратегию или, возможно, предложение. Когда цвет имеет значение на прилавках умских магазинов, уже в ближайшее время появится хлеб из фиолетовой пшеницы. Уникальный сорт вывели специалисты Умского аграрного университета. Он богат натуральными антиоксидантами. Хлебобулочные изделия из этой муки полностью соответствуют принципам здорового питания. Рецептуру уже доработали эксперты Омского комбината. Когда появится на прилавках магазинов и сколько будет стоить – подробнее в материале Анны Лукинец. Всего четыре ингредиента для выпечки натурального хлеба без консервантов и усилителей. Это вода, фиолетово-зёрная мука, соответственно, соль и дрожжи. Больше ничего не нужно. Но за таким простым рецептом стоят 10 лет исследований и выведения нового сорта. Эта фиолетовая пшеница – результат научных разработок аграрного университета. Обычно, когда речь идёт о правильном питании, советуют не есть хлеб вовсе. Однако здесь обратный эффект. Этот хлеб полезный. Он обогащён белком, микроэлементами, снижает массу тела за счёт низкого гликемического индекса, а также богат цинком. Фиолетовый оттенок пшеницы содержит антоциан – это мощный антиоксидант. И продукты из такого зерна – это уже не просто еда, а настоящая профилактика от многих заболеваний. Действительно, мы проводили такие исследования в Турции на клетках рака. Как показали исследования, это не только отличные для профилактики, но и для лечения на ранних стадиях болезни. Сорт пшеницы действительно уникальный. Он внесён в государственный реестр селекционных достижений. Тем временем, тесто готово. В расстойчном шкафу у нас проходит процесс брожения. То есть как раз дрожжи активизируются, начинают работать, начинается выстойка теста. После формируем хлеб. И начинаем немножечко как бы формовку. То есть мы от краешков заворачиваем его так к центру и чуть-чуть вот так проворачиваем. И теперь мы его перекладываем в подготовленную форму. Мы берём форму и также относим её в расстойчный шкаф, чтобы тесто у нас тоже подошло в формах. Ставим в печь и выпекаем примерно 30 минут. По цвету хлеб особо не отличается от обычного. Особенностью новой пшеницы является лишь фиолетовый оттенок зёрен. А сам продукт получается мягкой, пористой, золотистой корочкой. Всё, наш хлеб уже остыл. Теперь мы можем его разрезать. Хрустящая корочка. Уже через несколько месяцев хлебобулочные изделия появятся на прилавках магазинов. Как отмечают предприниматели, 200-граммовая булка с учётом наценки сети может стоить 32,5 рубля. Новый наш сорт фиолетово-зёрный и хлебобулочные изделия будут интересны производителям, поскольку хлеб долго не черствеет, долгое время не портится. Это тоже важные потребительские свойства. Губернатор дал поручение в этом направлении нам отрабатывать здравоохранением, социальными службами, образованием. И сегодня мы вышли на вот этот уже этап следующий, чтобы достижения науки могли применяться. Поэтому сегодня отрабатываем информационно, нарабатываем, чтобы культура потребления в наших амичей, не только, она была как раз нацелена на здоровый образ жизни. И вот этот хлеб как раз будет помогать. Таким образом, хлеб из этой пшеницы станет частью рациона в социальных учреждениях и будет рассматриваться для поставок не только в региональные, но и в федеральные торговые сети. Анна Лухинец, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Уникальные проекты для регионального телевидения. До премьеры нового телешоу «Наша гордость» остается несколько часов. Уже сегодня в эфир 12 канала выйдет первый выпуск. Это интеллектуальная игра для школьников 7-8 классов, которая позволит проверить знания ребят, их умение работать в команде, сплоченности, волю к победе. Всего в игре 5 раундов, блиц-опрос, индивидуальные испытания, задания телезрителей и экспертов. За звание умнейших поборются 12 команд из Омска и области. Сегодня в первом выпуске «Мозговой штурм» устроят учащийся команд из ТОП-1 и Таврической школы. Кто первым выйдет в полуфинал, смотрите сегодня в 20.00, сразу после итогового выпуска «Часа новостей». Сразу три фильма нашего канала вошли в программу кинофестиваля «Сибирь. Легкое дыхание». Работа Светланы Веретенниковой посвящается 150-летию Омского академического театра драмы. А проект «Наталья из магии. Солнце Сибири» проливает свет на использование в нашем регионе альтернативных источников энергии. Уникальные съемки на солнечных электростанциях и разработки ученых. Фильм «Сибирячки» рассказывает о судьбах жен бойцов специальной военной операции. Автор Елизавета Селявина представила их истории в формате новелл. Добавлю, что в этом году Омский форум отметит свое 18-летие. Бесплатные показы пройдут в киновидеоцентре, историческом парке «Россия. Моя история», библиотеке имени Пушкина, а также кинотеатрах Омской области. Открытие состоится 12 ноября в областном центре культуры «Сибиряк». Омские спортсменки завоевали серебро прошедшего в Оренбурге первенства России по прыжкам на батуте. В нашем городе определились лидеры первенства региона по волейболу среди девушек, а гимнасты в предстоящую субботу померятся силами на турнире «Созвездие Сибири». Подробности у нашего спортивного обозревателя Алексея Дарьева. В Оренбурге прошло первенство России по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более полутысячи спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет из 35 субъектов страны, в том числе Луганской Народной Республики. Батутисты выступили в индивидуальных и синхронных прыжках, прыжках на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Успешно на площадке спорткомплекса Оренбуржия выступили наши землячки. Воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» Юлия Наговицына и Юлия Бобровникова стали серебряными призерами первенства России в синхронных прыжках. Девушки занимаются под руководством тренера Натальи Колесниковой. На первом месте оказалась Гуафира Зайко и Лика Вершинина из Санкт-Петербурга. На третьем – Татьяна Култакаева и Диана Усова из Краснодарского края. Ранее омички завоевали награды международных соревнований Кубок Добровольского по прыжкам на батуте. В состязаниях участвовали больше 400 спортсменов из 30 регионов России, а также из Армении, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Определились лидеры первенства Ауской области по волейболу среди команд девушек до 14 лет. Лучше стала дружина «Красная звезда». Следом за ней финишировала Ника на третью ступеньку педестала почета. Поднялась команда «Иртышские звездочки». Лучшими игроками признаны Анастасия Черняк из «Ники», представительница «Иртышских звездочек» Ангелина Жарикова, а также Евгения Зоркина и София Гитал, обе из «Красной звезды». В ближайшую субботу, 2 ноября, в Омском центре единоборств состоится первенство региона по воздушной гимнастике «Созвездие Сибири». В стартах примут участие порядка 45 спортсменов из Омской, Новосибирской, Курганской, Тюменской, Томской области и Республики Хакасия. Гимнасты представят свои выступления на трех снарядах – кольцо, полотно и стропы. По итогам турнира самые сильные спортсмены региона в последующем станут основой сборной Омской области для выступления на всероссийских и международных турнирах. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Сколько времени вам понадобится, чтобы найти работу на зарплате РУ? Три, два, один. Все. А сколько вакансий найдете вы? АГС. Установка и ремонт автомобильного газового оборудования. Быстро, качественно и с гарантией. АГС. Телефон 33-14-06. Радио «Гордость» в Омске. 90 и 1 ФМ. 90 и 1 ФМ. Банковские услуги стали еще ближе для жителей Октябрьского округа. Современное безбарьерное пространство открыл на Космическом проспекте Банк ВТБ. В торжественной церемонии перерезания красной ленты принял участие экс-чемпион Беллатр Александр Шлеменко. Клиенты нового офиса по достоинству оценили не только уровень комфорта, но и сервиса. Подробнее в нашем сюжете. Современное, удобное, яркое новое отделение ВТБ на Космическом проспекте значительно отличается от традиционных пространств банка. Удобные мягкие зоны, где можно получить консультацию со специалистом банка, выпить чашечку кофе или воспользоваться бесплатным Wi-Fi для подключения мобильного банка. Отделение подобного формата в городе и области не первое. В 2024 году мы открываем торжественный уже шестой офис. В рамках обновления офисов банка ВТБ мы планируем к 2025 году завершить обновление всех наших офисов, которых сейчас более 20. Мы, конечно же, стараемся предоставить не только комфортные, удобные, выгодные банковские продукты, но и среду, где эти продукты можно оформить. Сотрудники банка помогут оформить карты для всех членов семьи, проконсультируют по вкладам и накопительным счетам, настроят мобильное приложение по бескомиссионной оплате коммунальных услуг, школьного питания, детских садов и многое другое. Хорошо, когда мы идем в ногу со временем, можно так сказать, когда у нас появляется что-то интересное, новое, современное. Поэтому я здесь, поэтому мне тоже интересно поучаствовать в этом открытии. Октябрьский округ выбран не случайно. Здесь проживают более 10 тысяч жителей, для которых банк готов предоставить именно тот продукт, который поможет в решении текущих задач. Вообще-то очень удобно, я живу здесь рядом, мне не надо далеко ездить. Тут пару остановок, и я здесь. Новое отделение банка работает по будням с 10 утра до 7 вечера. Зона банкоматов в круглосуточном доступе. Спонсор прогноза погоды цирки Ярослава Запашного. В Омском цирке стартовала новая программа при участии династийного артиста в пятом поколении Ярослава Запашного. Впечатления от увиденного не оставят вас равнодушными. И о погоде. Завтра, 31 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Ночное время до плюс двух. Днем плюс три, плюс пять. В районах переменная облачность ночью до плюс одного. Днем до четырех градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Ура! Цирк приехал! С 26 октября в Омском цирке Ярослав Запашный с грандиозной цирковой программой «Тигры на земле и в воздухе». Билеты на сайте и в кассе цирка. Телефон 8 800 444 10 13. Категория 0+. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова